Валентина, вопрос связан с религиозным экстремизмом среди наших мигрантов. Недавно в прошлой неделе показывали штурм, как там, где 5 мигрантов находятся, штурмовали спецназ, взяли под Хизбут-Тахрир, по-моему. А какова вообще ситуация среди мигрантов вот этот религиозный экстремизм? Вы знаете, я встречала несколько мигрантов религиозных экстремистов, они у меня тоже приходили, но среди них ни одного узбека не было вообще. Это были в основном таджики, один был азербайджанец, один был турок. Узбеков, религиозных экстремистов, я не встречала, но, может быть, мне не повезло в жизни. Но да, кавказские эмиссары в мечетях Москвы, особенно в незарегистрированных мечетях, или в этой ужасной абсолютно соборной мечети, которая сейчас на проспекте мира, сейчас соборная мечеть на проспекте мира настолько огромная, что там невозможно никакая централизованная проповедь и никакое централизованное управление. Она рассчитана на 100 тысяч человек. В результате прямо в рамках этой мечети религиозные экстремисты выходцы с Кавказа, с Эмиратов проповедуют. Я встречала кыргызских экстремистов-проповедников, встречала таджикских экстремистов-проповедников, но вот кыргызский экстремист-проповедник у меня был гражданин России, причем с таким серьезным стажем, а таджики были с несерьезными стажами и со своими таджикскими паспортами. Большинство из тех экстремистов, которых я видела, были кавказцы. Из кавказцев большинство составляли чеченцы. Какова среди мигрантов вообще конфликтная ситуация между мигрантами? Бывает, бывает. У меня вот сейчас на руках совершенно ужасный узбекский мальчик. Ужасный. Он не говорит ни на каком языке, включая узбекского. Во всяком случае, писать он не умеет на узбекском языке. У него отобрали паспорт. Паспорт у него отобрали свои же земляки, потому что он посредник. Он отправил людей на работу, ну и деньги их прикарманил. Ну не все, конечно, деньги. Ему просто работодатель всех денег не дал. Работодатель ему дал процентов 25 от того, что они заработали. И он решил, что раз заработали всего 25 процентов, то не будет кого отдавать вообще ничего, потому что и так останется виноватым. И свои мигранты его лупят и отобрали у него паспорт. Он на это очень сильно обижается, говорит, что он не виноват, хотя вообще-то он виноват. Достаточно регулярно происходят здесь конфликты межнационального характера, но это не характер межнациональный на самом деле, а это характер, скажем так, земляческий. Допустим, двум строительным бригадам, одна выходцы из Хатлона, другая выходцы, не знаю, из Самарканда, дали участок работы и не распределили работу между ними. И они начинают между собой делить, кто из них что будет работать и сколько будет зарабатывать. С той и с другой стороны таджики, но они дерутся. Называется это конфликт между узбеками и таджиками. Бывают конфликты между узбеками из Кыргызстана и узбеками из Индижанской области. Представьте себе, живут на границе друг с другом. Чего подрались? А начали обсуждать, что принадлежит Узбекистану, а что Кыргызстану. Вот это вообще додуматься, приехать в Россию, обсудить границу между Узбекистаном и Кыргызстаном и из-за этого здесь подраться. Тоже бывает. Бывают драки, в которых участвуют две национальности. Но в основном это такие, это не конфликты, связанные с неприязнью одной национальности к другой. Это такие земляческие в основном группировки, которые сталкиваются на бытовой почве или экономической почве. Ну да, это есть. Валентина, спасибо большое за такой разговор. Я думаю, что с вами будем еще общаться в рамках этого вопроса. Да, обязательно. И благодарен за свое соответствие, за то, что вы помогаете. Есть люди такие, которые помогают. Людям, которые уязвимы, которые нуждаются в помощи, которые как бы безразличны. Если есть, давайте сделаем, чтобы их было больше. Хорошо? Спасибо. Ясно. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.